Торт Гармонь 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 краситель. И теперь вы видите мои замороженные торты. Торты это медовый торт со сливочно-сметанным кремом и торт полностью заморожен. Только тогда с ним можно легко работать. Так как торт очень высокий 30 сантиметров, то я делаю его из двух ярусов, чтобы укрепить конструкцию, чтобы она была монолитна, не упала. И соответственно вы видите, что у меня специальная подставка, в которой в центре стоит труба. Труба полностью заизолирована пищевой пленкой. И теперь как по принципу изготовления многоярусных тортов, я вставлю четыре хороших таких толстых палки с течением 6 миллиметров. Делаю их по высоте, как высота первого яруса. Отрезаю вровень. Теперь я вырезаю подложку. Подложку кладу на эти палки и верхний ярус сверху на подложку. Таким образом верхний ярус будет давить на палочки и своим весом не будет давить на нижнюю часть торта. Он будет хорошо держать форму, он не будет расплющиваться внизу, не будет выпирать в бока, благодаря тому, что в нем есть внутренняя конструкция. Субтитры создавал DimaTorzok Такой самый интересный момент это вырезание самой гармонии. Конечно в изготовлении трехмерных тортов будет очень много обрезков. Моя семья конечно очень рада всегда обрезкам и поэтому нам даже в радость такие вот тортики. Это планка на которой расположены кнопки. Я ее в пищевую пленку замотала и отправила в морозилку, пока она мне не нужна. И теперь пользуясь линейкой и ножом, я вырезаю нужные по размеру мне торт. Говорить какие размеры получились у меня я считаю бесполезно, потому что каждый ваш заказ будет индивидуален в зависимости от того, какое количество людей будет на вашем торжестве. Увеличите вы гармонь до реального размера или уменьшите вдвое, это уже ваши пожелания. Итак, я вырезала два корпуса. Часть, где находятся меха у гармошки и вырезала часть, где находятся кнопочки басы, так сказать. С одной стороны находятся басы, с другой стороны кнопочки, на которых играется мелодия. Продолжение следует... И сейчас я начинаю уже обтягивать торт. Я его, конечно, тоже замотала в пленочку и пока отправила в холодильник, чтобы он немножко остыл. И начинаю я с вот этой планки белой, которая находится возле кнопок. Раскатала мастику, я всегда пользуюсь медовой мастикой. И смочив водой поверхность торта, я приклеиваю белую мастику. Пользуясь кондитерской насадкой, вырезаю отверстия для кнопок. Этих кнопочек 12. Вообще, как выглядит инструмент и какое количество кнопочек, зависит от того, какой именно инструмент. Существует несколько видов гармоний. В зависимости от того, какую вы выберете гармонь, считайте кнопочки, сколько должно быть кнопок. Теперь я сделаю ткань под меха. Так как там будут находиться еще такие планки, мне нужно просто создать иллюзию какой-то яркой цветастой ткани. Поэтому я на кусочки мастики белого цвета выкладываю разноцветные кусочки, создавая такой эффект цветов, розочек, васильков и лепестков. Вот такая цветастая получилась у меня ткань. В принципе, мне не очень важен здесь рисунок. Он обычно всегда у гармонии очень яркий. Так как здесь еще будет много полос от мехов, то ее особо сильно видно не будет. Когда я пользуюсь медовой мастикой, то на столе у меня довольно много крахмала, потому что она довольно липкая, прилипает к столу. Но это не страшно. Я влажной чистой губкой просто убрала лишний крахмал и мастика стала яркая и красивая. Мастика потом впоследствии высыхает в холодильнике, становится матовая. Значит теперь мне нужно создать такой рисунок поверхности корпусов. Ну он похож на малахит, наверное, с такими разводами. И я медовую мастику окрасила в несколько цветов. Желтый, салатный, светло-зеленый, темно-зеленый. И как бы закутала их друг в друга, эти колбаски. И теперь вы видите, что я постоянно режу, складываю вдоль и катаю. Таким образом получается такое вот смешение разных цветов. Вот примерно вот такая текстура меня устроит. Вот такие разводы различных оттенков зеленого. И теперь я просто вырезаю детали и наношу их кусками на торт. Губкой я не только убираю крахмал с кусочка мастики, но и также немного оттеняю темно-зеленым красителем по углам и снизу, чтобы создать эффект трехмерный и немножко придать глянца. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь, когда я покрыла кусочками мастики корпус, я вырезаю из мастики кусочек там, где находится планка. Смочила поверхность шоколада водой. Можно также на расплавленный шоколад приклеивать. Но в принципе планка у меня приклеилась и на воду. И теперь, чтобы не было видно границы, где у меня находится планка, кистью и гелевым красителем я окрашиваю поверхность. Также делаю с другой стороны корпуса. Более темными делаю края и низ гармонии. Из серой мастики я нарезала полосы толщиной примерно 3-4 миллиметра и просто наклеиваю их в центре своего торта, чтобы сделать эффект мехов. Края вверху и внизу покрываю серебряным кандурином. Кандурин нужно смешать с небольшим количеством спирта и нанести его кистью на краешки мехов. Изготавливаю ремни для гармонии. Для этого я использовала текстуру, которая похожа на кожу и вырезала ремень. И чтобы придать ему более натуральный вид, также окрасила детали гелевым красителем коричневого и медного цвета. Я использую гелевые красители фирмы Вилтон. Но я думаю, что любой краситель справится с этой задачей. На корпусе с правой стороны обычно находится красивая решетка черная. И чтобы сделать что-то подобное, я использовала черный айсинг и трафарет. Небольшое количество айсинга окрасила в интенсивный черный цвет. Трафарет закрепила с помощью проволочек на торте, сняла ровным слоем айсинг и убираю трафарет и получается вот такой рисунок. Теперь сами кнопочки. Из мастики я вырезала полосы, посчитала количество кнопок, которые расположены с правой стороны и на растопленный шоколад приклеила обычные диски белого шоколада. Осталось закрепить ремень с правой и с левой стороны и сделать красивый золотой рисунок. С помощью губки я наношу золото на уголки гармони. Вот такой интересный и красивый у меня был заказ. С удовольствием его изготовила. Надеюсь, кому-то из вас пригодится. Этот видео урок, он короткий, но я думаю, что в нем все понятно, доступно. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне, я с удовольствием на них отвечу. Постараюсь выкладывать видео почаще. Я вас помню, люблю вас всех и жду в следующих видео уроках. Ваша Тортила. Продолжение следует...